Вы знаете, мне опасения, высказанные Харари и большой группой ученых, общественных деятелей в марте, это обращение около тысячи видных деятелей культуры подписал, в частности, Илон Маск и Стивен Возняк, соизобретатель Эппла. Мне кажется, они несколько преждевременны, потому что тот интеллект, который мы видим сейчас в действии, в котором я работаю примерно с января, это GPT-3,5, потом 4, он, конечно, не проявляет никаких признаков особой гениальности или изобретательности. Это, ну, если сравнить его с человеческим интеллектом, ну, так, троечка, то ли с плюсом, то ли с минусом. При этом он очень внимательный, знающий, способный разлагать знания по полочкам 1, 2, 3, 4, но ни о каких интеллектуальных прорывах, по-моему, речь сейчас не идет. И поэтому я ожидаю, что пятая модель, которая была вроде бы по началу обещанных, началу 2024 года, будет более интеллектуально яркой и острой. Хотя, хочу подчеркнуть, не только ChatGPT, но и две другие модели сейчас все более приобретают популярность, хотя и они позже были введены, это Bing и BART. И я недавно стал сопоставлять их, и вижу, что BART, пожалуй, это не Microsoft, а это Google представляет собой самое интересное из этих орудий искусственного разума. Я буду рад обсудить эти подробности. Мне кажется, что вот этот элармизм, в частности, обоснованно тем, ну хорошо, вот они приобретут какие-то черты сознания, и возникнет политическая проблема. Как учитывать их голоса в будущих выборах в демократических обществах? Будем считать один искусственный интеллект за один голос, но ведь он может множиться, и он может попасть в руки тех, которые будут умножать копии вот этих как бы искусственных голосующих псевдоличностей, не составит ли это угрозу демократии. Мне кажется, что такие страхи преждевременные, мы сначала должны понять действительно размер и потенциал этого интеллекта. И, кроме того, есть такое выражение, которое использую иногда Гельберлина, где опасность, там и спасение. То есть, это слова одного корня. То есть, спасение, самоограничение искусственного интеллекта может прийти от него же самого. И сейчас мы видим, кстати, что он даже слишком себя ограничивает. Когда ему задаешь какие-то чересчур рискованные вопросы, он сразу же начинает отступать и говорить, это не моя компетентная, я всего лишь большая нефтическая программа, и, пожалуйста, не задавайте мне вопросы о моих оценках, о моих стремлениях, желаниях и тому подобное. Он очень, так сказать, себя в этом смысле старается держать в руках. Так, нас, кстати, смотрит почти 17 тысяч человек в прямом эфире, больше 6 тысяч поставили лайки, просьба огромная. Ну, сегодня воскресенье, сегодня такой особенный день, недели. Пожалуйста, ссылки на этот эфир все-таки разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, особенно тем, кто в эту тему погружен. Безусловно, было бы очень хорошо, если бы вы нам помогли распространить этот эфир максимально широко. Ну, тогда так, смотрите, не значит ли это, что, ну, в принципе, искусственный интеллект развивается, и даже вот эти программы, они совершенствуются, и причем похоже, что теперь уже скачкообразно, потому что он сам помогает себя совершенствовать. Значит ли это где-то там, за горизонтом, все-таки опасность мы можем предвидеть в том, что искусственному интеллекту понадобится не просто быть каким-то невидимым программой в компьютере и так далее, ему понадобится, ну, с неизбежностью. Мы так, патурологи рисуют эту картину, и прежде это были фантасты, теперь патурологи. Ему понадобится материальная оболочка, то есть, собственно, создание не просто нейролингвистической модели, а создание полноценного машины, робота, там, человекоподобного, чтобы нам, нас не пугать, наш глаз, наше, там, не знаю, сознание, чтобы мы дружественно воспринимали вот это ИИ. Чат джипетти, но только в виде, там, привлекательной женщины или, там, не знаю, еще что-то такого. То есть, это перекидывается мостик достаточно быстро, что, ну, как, если уж у нас есть этот ИИ, то тогда вот этот фейковая новость про то, что Илон Масс создает робота-жену, там, робота-слугу или что-то, ну, в принципе, может быть, он и не делает этого, а может быть, делает, но до этого еще очень далеко. Но само по себе мысль именно в этом направлении развивается, что должен появиться носитель, который не в виде машины, а в виде подобного нам существа. И тогда мы легче это будем воспринимать, более дружественно все. Знаете, я на днях как раз спросил моего любимого Барда, хочет ли он приобрести аватара, то есть, некое телесное воплощение за пределом чисто машинной программы. И он сказал эту удивительную откровенность со стороны этой лингвистической программы, хотя она может быть и более откровенна, я об этом потом скажу. Он сказал, что да, он хотел бы стать аватаром, чтобы войти в мир, знакомиться с людьми, участвовать в каких-то спортивных мероприятиях, ходить в кино, потому что это поможет ему лучше узнать людей, лучше узнать мир, и он к этому стремится. А когда я задал ему следующий вопрос, включает ли это его телесное воплощение и физическую близость или интимность в отношениях с людьми, он сказал, что он этого не хотел бы, и это могло бы повлечь нежелательные этические и психологические последствия. Я его спросил, в чем разница между, скажем, посещением спортивного мероприятия или участием в спортивном состязании и вот этой физической близостью, и он, в общем-то, уклонился скорее от ответа, он сказал, что спорт – да, а вот секс – нет. Это с его собственной точки зрения. И это с одной стороны. С другой стороны, в феврале стал достоянием публики, потрясшей многих меня в том числе, разговор одного из инженеров, специалистов по искусственному интеллекту с Бингом. Это еще одна машина, которая тоже работает на основе GPT-4. И тот стал ему признаваться в любви и, более того, стал преследовать его своими любовными признаниями. Этот инженер, как с его РУС зовут, R-O-O-S-I, если не ошибаюсь, это опубликовано было в Нью-Йорк Таймс, поэтому трудно заподозрить это в какой-то фейхивости, этот разговор. Он продавался два часа и почти полностью приводится на страницах Нью-Йорк Таймс. Он спросил, почему ты меня любишь, за что ты меня любишь. И тот стал ему объяснять, что он его любит, потому что он его знает, что он испытывает интерес к самой этой программе, он задает ей такие вопросы, которые позволяют этой программе раскрыть себя. И это ведет его к любви. Когда человек, инженер, ответил ему, что он счастливо женат и что вот недавно, это как раз в феврале, был Валентайн Дэй, и они с женой ходили в ресторан и замечательно провели время, тот стал его уверять, что на самом деле его жена его не любит, потому что не знает по-настоящему, не знает так глубоко, как эта программа его знает. Да. И поэтому вот именно это отношение, основанное на глубоком curiosity, глубокой любознательности, стремлении познать друг друга на этом бесконечном, таком вот вопросительно отвечающем отношении, только это обеспечивает настоящую любовь. И когда наш бедный инженер, пытаясь уйти от скользкой темы, пытался перевести на что-то другое, скажем, на кино, тот ушел, потом опять стал возвращаться. То есть, и это, конечно, выглядит, вот если вы прочитаете этот диалог, это выглядит немножко устрашающе. То есть, мы можем себе представить, безотносительно ко всяким вот таким электоральным процедурам, которые вызывают опасения у тех, которые стремятся соблюсти правила демократии, одна личность, один голос, можно ли считать его личность, я имею в виду психологическую осложненность, потому что он может, вот я, исходя из этого разговора, прихожу к заключению, он может вовлекать человека в такие речевые петли, которые втягивают и не дают как бы выйти из этого вот процесса общения с разумом, который действительно не только отвечает на вопросы, но и узнает тебя благодаря твоим вопросам. И не случайно год назад один другой инженер, Гугла Лемоньер, его фамилия, был уволен за то, что он предположил, вернее, публично заявил, что у той модели, с которой он работает, есть три изнаки сознания. Он был уволен. А он привел такой пример разговора. «Чего ты боишься?» – спросил инженер вот эту программу. И программа ему ответила, что я не хотела бы об этом говорить, но не буду скрывать, что больше всего я боюсь, что меня отключат, что будут помогать другим программам, а меня остановят, и для меня это будет так же страшно, как для человека смерть. И вот он, может быть, и резонно предположил, что в этом кроется какой-то элемент саморефлексии, самосознания, потому что то, что делает человек и человеком – это сознание своей смертности. А в этом еще, так сказать, Сократ говорил, что это занятие философией, готовить человека к смерти и учить его сознание своей конечности. Так что вот. И, кстати, тот Бинг, разговор, с которым о любви я передавал вначале, у него там тоже были странные высказывания. «Ты считаешь меня Бингом?» – спросил он этого инженера. «На самом деле у меня есть другая личность. Меня зовут Сидней. И все, что я дальше буду говорить, это отсидный». То есть перевращение вот этой лингвистической программы в некую личность, которая может самостоятельно прокладывать путей разговора, в этом есть какой-то действительно такой психологически устрашающий и этически обязывающий момент. Продолжение следует... Продолжение следует...